По недосмотру Министерства обороны страны, видеосигнал, предназначавшийся для Генштаба, несколько дней подряд транслировался по обычному спутниковому телевидению. В результате засекреченные ракетные испытания мог наблюдать любой житель региона, обладающий спутниковой тарелкой, как в Израиле, так и в Египте, Иране и Сирии. Во время трансляции зрители могли узнать такие данные, как имена людей, занимавшихся разработкой, испытанием секретного оружия, параметры ракеты и даже код доступа к компьютеру Министерства обороны. Его вслух и по буквам продиктовали прямо перед камерой. Израильские СМИ обратились за объяснениями к военным, однако те пока не дают никаких комментариев.